И вновь все привет, дорогие друзья! Возвращаемся в прямой эфир. Natus Vincere против Cloud9. Ожидает нас сейчас очень важный матч, как для Na'Vi, так и для Cloud9, потому что команды все-таки являются... Ну, если Cloud9 имеет до данный момент статистику 4-1, то Na'Vi имеет статистику 3-1. И это означает, что они прямые конкуренты за слот в будущем, ну, на какое-то место, да, в турнирной таблице. Ну и, соответственно, если сейчас Cloud9 выигрывают, они укрепляют свои лидерские позиции. Если Na'Vi выигрывают, то они смещают немного Cloud9 и с ними сравниваются по количеству поинтов, но перегоняют их по количеству поражений. Ну, точнее, наоборот, уступает им. Получается, что у Cloud9 станет статистика 4-2, а у Na'Vi станет 4-1. То есть, реально очень важный матч. Обе команды, само собой, настроены на победу. Мы вчера видели, как Cloud9 играли, и эта наркомания была жесткая, но при этом они выигрывали. Молодцы, очень грамотно они подошли к интернешнлу. Ну и нато Свинсер перед нашими глазами, Пупей, Дэнди, Хвост и так далее. Думаю, они особо в представлении не нуждаются, эти ребята. Все мы их знаем, все мы их любим. Самый популярный герой Инвокер дали Рубик. Оперейшн Думбри... Резерв тайм. Дай, Тим, Бан. 10 секунд. У них война, война, война. Но этот винрейт по последним турнирам очень знатно подурезался. Это было проигрывали очень много. Что для нас, в принципе, не очень привычно. Ну и переходим к их оппонентам. Cloud9. Cloud9. Eternal Envy. Pilot Die. А у 2000 Синксинки Бона 7. В Eternal Envy, которого в свое время набрели с командой Альянс, сейчас он собрал себе команду, ну как собрал себе команду, попал в команду, реально очень сильную, где вытереть даже можно только по стилю игры. Я прошу вопрос, попал к кому, кто был в начале этой команды? Нет, он не попал ни к кому. Они просто все были у себя. Он был в Альянсах, Синг-Синг там в Мулзах, по-моему, был. Pilot Die где-то тоже был. И потом они так хоп, и вместе. То есть, как бы, они реально все в отдельности были довольно жесткими. Bond 7, конечно, не особо отличался с SuperDot'ой. Вот он, по-моему, до Cloud9 был в команде с, по-моему, Роменом, что ли. Как там он их называл, это команда? Она постоянно состав свой меняла. Как-то... А, я сейчас не вспомню, как она называлась. В общем, команда, в которой еще постоянного состава не было, там был постоянно РМН, плюс кто-то, 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 кто-то. И вот они играли, там какой-то немецкий был, организация была какая-то немецкая. Ну и в итоге, вот, что из этого всего слепили. Они там нормально так попотели, и сейчас на Интернейшнале являются фаворитами. Ну что, переключаемся на процедуру бенопиков. Пошла у нас игруля. Cloud9 забирают Байна вместе с Мираной, ну а на Тусвинсеры пикают Бэтрайдера. С Вайдом Бэтрайдера, которого вчера, как ни странно, довольно часто забывали. Как банить, так и пикать. Достаточно странно, потому что Бэтрайдер один, наверное, из самых популярных персонажей, в принципе, в доте. И он очень сильный, при всем том, что его резали везде и повсюду, и вижены мы урезали, и напалмы ему подрезали, и фаерфлайт нам стал хуже, и лассо, то есть ему все резали, резали, резали. Это, наверное, единственный герой, которого со всех сторон подчикали. При этом он на плаву. По-прежнему популярен. По банам, два самых популярных героя в бане от Cloud9. И Doombringer, по-моему, единственный герой, который у трех или у четырех команд вчера, который я комментировал, по, ну, самым популярным персонажам, является всегда на третьем месте. Он стоит, Doombringer всегда, вот, железно на третьем месте, его там все пикают. То есть Enigma Doom и SkyMax с премастером. Ну, а на второй стадии вспомнили про Ликана, и не особо хотят, чтобы их пушили. Нави, судя по всему, там, как-то хотят нафармить чего-то на этом в одесском, как вариант. У Нави сейчас, ну, Нави понимает, что они Cloud9 на нас любят бегать, любят сплитпушить, и в итоге Бетрайдер, как в First Peak, он один из самых лучших героев, потому что с ним можно ловить. Хороший день как против Мирана, так и против Бейна. Если ты Бейна видишь сверху, видишь его позиции, ты можешь вытянуть его, или Мирану можешь дать ему под свой врыв бомбочку, чтобы сбивать Бейну ульту. В итоге чувствуешь себя довольно комфортно. Но, вот, второй пик Void, это уже слегка не то, потому что, мягко говоря, ты слегка уступаешь по лайнам, потому что у тебя что один герой, что второй, они не слишком сильно верли файты. Нет каких-то нюков, нет прокаста, и в итоге Нави понимает, что они слабые, вот банят волка, потому что волк, он действительно способен продавить всю эту движуху. Волки способны палить твой фаерфлай, палить вообще позиции вайда, где Петрайдер. Ну и вообще, Волк, я считаю, что он пока что... Ну и Хауль, Хауль его. Да, он не всеми командами, он многими командами недооценен, потому что делает у нас лекан действительно очень много, по факту. А у Cloud9, вот они, мало того, что вот, ну здесь Бетрайдер, они понимают, что их будут ловить. И вот, чтоб их не ловили, банят всех героев, которые контрят вот этих вот тоненьких булочек. Ну, Штормспирид Акаши, дает максимальный прокаст. Да и с хроносферой работает, нормально. Дровренджер забанили. Вот это самое неожиданное, наверное, что можно было забанить, потому что, ну смотришь на героев Нави, понимаешь, что вот Войт, он контрит Дровренджер. Да, он прыгает, ставит купол. Бетрайдер, он прыгает, вытягивает Дровренджер, то есть все, что имеет дистанционную инициацию, оно контрит Дровренджер, но вот настолько она въелась в Cloud9, что настолько мощный ее стиль, что даже ее забанили Нави. Вот это фантастика, я хочу сказать. А вообще, у Cloud9 я вчера видел вот эту наработочку Бэйн, Мирана и Лекан. Лекан стоит там где-то на соло-линии, Максин, Хауль. Бэйн с Мираной цепляют вообще любого героя, там, Найтмарару, и под диким дэмэджем, даже будучи там, ну если они даже идут против какой-то триплы, они стабильно тонкого саппорта за секунду стирают, а дальше там еще можно кого-то взять. То есть это реально работает, и Cloud9 использовали уже не раз, поэтому вот молодцы Нави, то что в курсе всех пиков противника и контрят. Вот это очень грамотно, Бэйн, хорош. Cloud9 у нас увидели слабость, слабость Нави, то что они пока не способны драться на раннем стадии, и берут Чена, Чен пока что это один из самых лучших героев для того, чтобы давить, давить по Нави, потому что суммонов убивать нечем. Ну и плюс у тебя мили ДД, который может втерпать от, ну, некоторых хрипов, там, три кентавра, станчик, оп-оп-оп, и все хорошо. И в итоге Нави нужна защита. Защита, первая, это в виде аппарата. Такая полузащита, хорош против всех дрищей, хорош против Чена. Против минус, минус хил. Также отлично комбинируется с куполом, но Cloud9 отвечает очень резко тем, что Нави не ожидали 100%. Это Нага Сирена. Пока входит шикарно. Это очень жестко. Если это Кэрри Нага Сирена, которая будет сплитпушить с Радиансом, то у Бэтрайдера аппарат сразу не найдут себе места, потому что Бэтрайдеру нужно, чтобы давил ты, чтобы ты пушил, чтобы ты продвинулся, толкнулся три линии к таверу, и тогда он может напасть в три точки. Но если линии будет толкаться в сторону Нави, то Бэтрайдеру вообще будет нечего делать в этой катке. Да и поймать Нагу, которая там с четырьмя людьми, это миссия импособл, как по мне вариант. Опа! И вот Нави отвечает еще более жестким лейтом, они понимают, что в общем-то ганга особо не будет, то что, ну плюс еще тинкер лейт особо нечем, будут еще сильнее в лейте. Это на самом деле такая битва, это наглость на наглость. Причем дичайшее. На победу надо играть. При любых раскладах нужно побеждать. Как хочешь побеждать терпо доты, побеждай терпо доты. Хочешь играть, идти в лоб, иди в лоб. Но главное, чтобы победил. Идут против Наги, по-моему, с таким пиком, который изначально был взят у Нави, уже, ну, нечего придумать, кроме как брать тинкера. Ну, как самому выйти в лейт, потому что ты задавить не можешь, и тебе нужно отжираться. Потому что я напомню, что нага, она сильна, но сильна она в мако-игре, которая сплитпушит. Но если игра дотянется, будет там все по 6 слотов, то нага слабая, потому что она не получает те бафы, которые есть у других героев. То есть, бабочка не работает. Ну, точнее, она не может купить 7 кб, потому что люди не пробивают бабочку, да? А это такой большой минус. Она не может купить такие артефакты, как Сатаник, которые способны ежесекундно там восполнить все хп. И плюс она миличник. Без такого толкового передвижения. То есть, сейчас, все, что надо сделать Нави, это выходить жесткий лейтгейм. И Нави это понимает, что Нави банит Нюкса. Нюкса, который хорош против Бэтрайдера в начале, и который дико контрит тинкера в лейтгейме своими монобернами. Вот это, на самом деле, самый четкий бан, который Нави вообще могли придумать, потому что... Да, да. Нюкс, это заноза в заднице против того же тинкера. Два моноберна, и все. Тебе крышка. Так, ну посмотрим. Нюкса забанили, в любом случае, что-то нужно брать. Хардлайнер, который способен ловить и комбинироваться с иллюзиями Наги. Нюкс, конечно, был просто. Чен теперь вообще себя может мне купить, потому что против тинкера пушить это такое все занятие. Поэтому нужен дистанционный инициатор. Ну, Чен тут такой дядя. Смотри, если Нага покупает себе там какие-то травела, то с Ченом можно комбинировать очень жестко. Нага там шестислотовый идет на базу противника и начинает ее разваливать. В случае чего, просто у тебя Чен тпшит на базу. Есть. Ну, Войт он будет вольно бить вот такие варианты, учитывая, что есть бэтрайдера, можно поймать. В общем, для Cloud9 две миссии. Ну, первая, это либо просто один герой, который будет ловить, или второй герой, который просто будет убивать 5 на 5. Это может быть и Магнус, и Тайтхантер, и Бисмастер, и все, что угодно под комбинацией со Сном, потому что, насколько я вижу, Тайтхантер у нас все еще в пуле. А пока что он здесь себя чувствует, ну, довольно-таки нормально. Или Пак, вот он будет ловить тинкера. Ну, стараться, по крайней мере, ловить тинкера. Тоже хороший вариант. Да. Cloud9 у нас элитные спидпушеры. Ну, а для Na'Vi нужен еще один саппорт, который комбинируется с Вайдом, который имеет бурс под бэтрайдера, и который способен защищать. Ну, один из вариантов, это Шадо Шаман. Ну, как минимум, он смотрится здесь замечательно. Или Санкинг. Тоже человек защищает, но защищает под комбинацией, через Блинк Даггер. Пик у Na'Vi просто шикарный. Вот именно у Na'Vi эта конфетка, есть все. Да, тут хватает всего. И физдемеджи, мэджикдемеджи, мобильности, АОЕ, дизейблы. И Санкинг контрит наглите. Кто убивает все иллюзии своим битцентром. Лишьком круто. Я тут ставлю на Na'Vi. Ну, единственный шанс Cloud9 позавить ранней агрессией. Да, по сути, они должны стараться давить, и у них пик довольно жесткий. Даже с той же наглой можно цеплять того же Тинкера с липом, и потом его... Я уж не говорю о том, что есть пак. Да, получается, то, что у них пак стоит на сложный, и пака забрать очень тяжело, потому что Санкинг, вот единственный слабший, он не так хорошо гоняет героев с аппаратом. Мирано с Бэйномом будет по кулдауну забирать бэтрайдером. Чен будет забирать весь свой лес. Ну и Нага в центре, и она, на самом деле, будет чувствовать себя комфортно вполне. Ну, Na'Vi будут защищаться. Но с Тинкером они умеют защищаться, как ни крати. Так, ну что, посмотрим. Пупей будет играть на Ancient Operation, Сенткинг от Куроку, Хвост будет играть Воидом Дэнди на Тинкере, Фаник Бэтрайдер. У Клауд Найн, Этернал Эйн Винага, Бонсе Эван Пак, Ауи 2000 Чен, Синг Синг на Амиранке, И Пайлайдай, Бэйн. Так, сейчас мы камеру, наверное, поставим. Походит в вражеский лес. Есть вариант, что у нас Na'Vi пойдут давить. Но, на самом деле, давить двумя милишниками, это рисковая миссия, учитывая, что у Клауд Найн очень хороший лейн. Клауд Найн вообще ставит защитные позиции, на самом деле, не всегда такое видишь. Понимают они каким-то образом, что Na'Vi пойдут к ним. Хотя вот такие герои, на самом деле, знаешь, что на первые моменты не прикинешь, они придут. И в итоге Ауи в опасности. Ауи в опасности. Смотри, как он чекает. Он чекает прям с хайграунда, видит всю команду Na'Vi и отступает. Na'Vi завардели весь лес, да. Na'Vi просто не хотят дать фармить Чену. Вот эту нычку они оставляют... Подпортить жизнь его немножко. Да, вот эту нычку оставляют, чтобы бутрайдер видел, как вот хороший вард поставлен, он видит нычку, и если что, бутрайдер сможет прийти взять экспу, поделив ее с Ченом. Ну, а вот эти две нычки, это, само собой, просто масси. Вот очень хороший вард. На'Vi вчера, сами взяв Чена, очень сильно, наверное, об этом пожалели, потому что, если Чен пользы не приносит в начале, то потом его единственная польза это хил, ну и там телепорт. То есть, прям какого-то очень конкретного, ну, какой-то очень конкретный хилпы от него нет в затяжной игре. Если, опять же, конечно, под этот телепорт не завязана какая-то стратегия. А у них не было этого. И, в принципе, у Cloud9 тоже какой-то супер страты под этот телепорт нет, и получается такое. Ауи сейчас умрет. Ауи просто побежал по тир 2 тавер, и просто у нас Ауи... Опа, Сент Кинг, а скоро Буроустрайк откатит, но маниты у него в любом случае не хватает, куснуть не удалось, замедление, куснул, пошел дальше, Фаник еще замедляет, еще раз куснул, и Фаник делает ФБ. Вот так вот, 400 голды в карман Бэтрайдеру. Это может просто так не закончиться, но Пупея тоже цепанули, Пупею, буквально последний хит, он, по-дай-дай, успевает этот хит сделать, три стака масел, Фаник заслепили, его не убили. И Куроки, Крипа, Куроки, забежал в Куриков, и в итоге разминул нас в пользу общей Клаудна, вот туда. Вот это стрела от Сент Синга, совершенно верно, что она 5 секунд. Да. И Нага умирает у нас в миде от Дэндика. Опс. Это как? Ну это Дэнди в соло убивает у нас на 2-м байвере. Да, я могу сказать, что тут еще один момент, что вот многие считают, что жесткий игрок, жесткий игрок, да, особенно если вот там вот какой-то кэри, мол, он убивает все, но вот сейчас Этернал Энви, он в очень нестандартной ситуации. Он стоит против Дэндика, а стоять в центре против одного из сильнейших мидеров мира и стоять на фрифарме, да, стоя, убивая крипов там, ну, в сейф-моде, где тебя никто не трогает, никто, это две абсолютно разные вещи. Вот здесь у Нага просто колоссальный перевес за счет того, что Дэнди, то он, как правило, с преимуществом людей нет, ну, людей добивает. Этернал Энди тут очень боится. Прямо так, дико-дико. Ну, один раз он уже отъехал, ему теперь больше фидить ни в коем случае нельзя. Теперь придется втерпать, потому что у Тинкера лазер-рокет, пока вот Энди не изучает следующий скилл, но если вдруг потребуется, он возьмет рокет на два. И тогда проблем у Этернал Энви будет еще больше, что прокаста там лютый. Ну, попробуй пережить его. Да, Cloud9 у нас дальше стоят снизу. Кстати, вот та самая дабла, которую очень тяжело забрать. Тут у нас Синг-Син развлекает шальными стрелами, в очередной раз он попал в купея. Чем так довольно-таки больно. Ну, и пока Нави у нас выигрывает. Сверху стоит хвост на воде, и хвосту, увы, ну, ты здесь почти ничего не сделаешь, потому что Пак и Чен, это не те герои, которые могут забрать хвоста. Ну, разве что вот поднапрягать. Вот Monoburner, это на самом деле сильный дядя. Сильный дядя, нацеплять-то его нечем, и даже без маны он-то пешком идет от них. Дать преимущество Bon7, потому что если Bon7 получит преимущество купить все фейзы, то он сможет хвоста очень сильно разминать. Но пока что Саша чувствует себя нормально. В то время как два товарища снизу, у нас Мирана и Бейли, нифига себе, посмотри, Миран уже четвертый левел, вот это да. Да, шустренько апает левел, но тут как бы Бэтрайдер уже четвертый, Сенткинг второй. Просто тут Пайлайдай помогает, в основном берет фокус на себя, и как мы видим, Синг-Синг успевает левел поднимать. Общая статистика, 1-0 Умираны, 1-0 Убайна, у них тут все вполне хорошо. Только вот Дэнди в миде довольно плотно доминирует, за счет того, что все-таки он Тинкер, плюс он еще фраг сделал, тут Этернал Энви ошибся. У Этернал Энви есть первый минус, то что вот он делает, он взял сетку. Обычно сетку берут, рассчитывая на то, что придет тебе Ченг в центр, и вы этого Тинкера убьете, потому что она не помогает тебе стоять вообще никак. Это фактически лишняя мана. В то время как сейчас, в то время как Этернал Энви мог спокойно качнуть что-то другое, ему было бы попроще. Причем намного. Вот у нас Ауи. Ауи у нас пока просто бежит, с маке. Нормально он вообще бежит, сквозь вард, бежит наверх. Бон Сева нас пушит лайн, подходит к Катапульту, тут те временем Синг-Синг и Пайлайдай, они дальше продолжают Нави развлекать. Ага, он забежал в лес, оставил крипа и побежал за ДД. И посмотри, какой же вот этот Чен все-таки бесполезный. Ну пока, то есть пока, да, пока Чену просто выйти некуда. Он бегает и думает, почему... Стабл дамажем, слушай, ну если он даст тычку, шок, вейв и тест, хвоста там порвет. А у хвоста нет прыжка. Опа! Стрелал хвост. Он как-то немножко, ну не сделал тычку, то есть он просто пробежал где-то три страны. Не доконтролил, а вы тупо не доконтролил и за это хвост, ну так скажем, убежал. Простили хвоста. Да, еще Пупей переаграл на Сиан Грипов и это вообще полная постава. Теперь весь Кушчена, который выходил вот так, ушел, 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 ушел. Он еще забрал руну, он не сделал вообще ничего. Предварительно сжег еще все ману хвост, но все равно оплошал. Так, тут снизу небольшая драка, но вроде как все в порядке. Пока у Na'Vi все очень хорошо. Напомню то, что у Na'Vi пик по лейтови, то есть Na'Vi Cloud9, в лейте ловить вообще нечего. Вот многие считают, что у Na'Vi 6 лотов она жесткая, она жесткая, но это если у вас противника мало лейта, а лейта здесь у Na'Vi просто дофига. И Бэтрайдер, и Тинкер, и Войт, и еще два лейта новых саппорта. Да, и АОЕ очень много, которые убивают эти иллюзии, поэтому вообще не проблема, это Na'Vi. Na'Vi не проблема. Да, поэтому нужно стараться. Тут у нас вот En'Vi дальше стоит на центре, но En'Vi, кстати, более-менее выкарабкивается из ситуации, то есть он теперь понимает, что единственное, что ему надо делать, это просто пушить лайн, не махая с Дэнди. И пока Дэнди у нас отпушивает лайн под тавер, En'Vi спокойно может там пойти руну забрать, или там пойти стагнуть в лес разок, и нормально будет чувствовать себя паренек. Так, у Фанника уже почти даггер. Па, кстати, вот смотри о цене, Па как раз покупает все статы, чтобы месить. Чтобы месить Вайда на харде. Потому что, ну, со статами он может это делать вполне. Смотри, какой хвост пошел. Вот это вот интересно. Хвост пошел в лес к Аую, находит Ауя, начинает его разминать, Ауй без сапога, и... Александр. Да ладно, если он еще килл делает, это просто слишком жестко. Просто Войт заходит, он разминает в лес, Ауй без сапога, и Ауй не сюда. Войт и убивает Чена на шестой минуте. Это смешно. Нет, это даже не смешно. Я бы так сказал. Это даже не смешно. Но аппараты за это наказали, понятное дело. Да, ну и Ауи наказали. Тут как раз Ауи платят за то, что он пробегал первые три минуты, ничего вообще не сделал, и вот теперь его Сашка убивает. Вот теперь у Чена самые глобальные проблемы в этой игре, потому что у Дэнди, трэвэлла. Слип. Так. Аро, по таймингу залетает, и Дэнди минус. Очень четкий ганг от лаунной. Это молодцы, ребята. Тут Хвости Вичу, у него уже скоро будет хроносферка, постоит пока в миде. У него очень скоро, я так понимаю, будет Мидас, потому что у него есть перчаточка, смотри, вот он делает. Ну, в общем, чем у нас будет бегать теперь по лесам? Когда он наберет себе седьмое, будут трэвэлла, будет там, возможно, блинкдаггер у Санкинга, потому что Санкинга уже 1500. Ароу, Фаник отмасывался. И в итоге Na'Vi делают все просто шикарно. Они понимают, когда нужно фармить лес, они его полностью забирают, и самое главное, самое главное, они давят, просто воят тебя в лес, забегают с аппаратом. Мягко говоря, неожиданно. Так, смотри, Батрайдер уже имеет седьмой левел, фаерфлайп промаксил, масла на два, и есть даггер, и он тпшится в мидл. Но этот тп, по-моему, запалили. Да, вот учитывая то, что крипы здесь, то Фаник просто потерял сейчас свой тп, и, мягко говоря, запалил блинкдаггер. Ушел с нижнего лайна, теперь Бейнспот мой чувствует себя королями, и курок в опасности. Куро. Называется Найтмар. Так, а теперь как-то надо попасть стрелой. Ведит стрела, попадает в Куро. Нетманы. Да. Нетманы, это просто Харас. Ну, Куро, очень больше. Куро, доволен. Потому что теперь, Манны, как бы еще меньше, Бороустрой Кэпи Центр, и посмотри, что вытворяет Куро, но хватит ли урона, тычкует с руки, и буквально еще один хик уже делать. Куро, браво, боже, просто красавец. А это молодец, переменна, битва за Тауэр, попытка за Денайд, за Денайд, хвост, хорошо, пошел битков, Себро, битва за Денайд, прыгает, вытягивает Бон А7, подстрял Бон Севан, его буквально дотычковать, прыгает отсюда хвост, и Бон Севан тоже уходит, или все-таки дочка будет, яснетка. Бон Севан умер. Влажка у него на восьмой минуте откуда-то взялась, но у него есть она, схиливается. По-моему, за последнюю вот эту минуту у Нави такой жесткий рывок. Соло с Нинскил делает фраг и получает халявный левел, а то и полтора из золота кучу. Плюс на топе за Денайд или Тауэр, ну, блин, прям супер, лепота. Денди уже, я так понимаю, отрывала должны быть, что у него, а подожди, а он деньги на Слуринг потратил. Для полной картины осталось дать Клименту место, чтобы он получил себе X-пулечку, потому что аппарат 6-го левела будет накручивать в этой катке. Да, вот он остался. Все герои слишком тонкие. Пак, аппарат, Мирана, Бейн, то есть любого поймать Лассо плюс ультимейт и это 100% минус. У нас Фаник подлетает в центр, очень агрессивно себя ведет, у Энви вот в сеточку, он даже не поверил, что он пойдет на... Фаник так взял на понт. Ну и в итоге Нави делает то, что сейчас дало лучше всего, они просто фармят свои артефакты. Драться им некуда идти. Войд, ну, Войд он не пушер, да, Бэтрайдер, Тинкер они тоже не пушеры, для Нави сидеть в защите и выцеплять по одному. Ну и это наверняка сделает довольно-таки легко. Смотри, Пупей отводы делает отсюда. Пайлайдай у нас переместился в лес, теперь они вместе с Ченом начинают фармить. Вот эти стаки. Один и второй у нас очень хвачат левел. А Пупей в соло просто стоит на хардлинии и просто чувствует себя замечательно. Такие моменты нужно отвести. Ты отводишь крипов, они уходят сюда, потом ты их перепуливаешь и Лайн к тебе возвращается. Но Клауд Найн этого не делает. В итоге, мягко говоря, Нави сейчас фармят три фрилейна, верх-центр, легкую, да еще при этом и в лесу подфармливают. А Клауд Найн? А Клауд Найн имеет Чена, против которого есть аппарат. Даже тот же Бэйн, со своим брейнсапом, хп восстанавливать не будет. То есть, это еще один минус. В целом, этот оперейшн будет очень люто контрить. Ну и плюс. Смотри, Фаник сейчас поспалит всю движуху. Очень крутая позиция Фаник, граунти врываются у нас. успей, успей, не прыгнуть. Нет, не успевает он здесь. Фаник что-то за слопочил. А он не за слопочил, там инвиз был. Там не смолки. Там инвизмирана. тогда все сделали классно. Он просто тупо не имел возможности что-либо сделать. Так, хвост. Ну, хвост только что видел участь Фаник оформящего в лесу. Так что теперь ему надо быть явно поосторожней. Спрятался. Есть у него телепорт, есть прыжок, все в порядке. Хвост еще не таких разводил. Так, ну и будет ли какая-то помощь Сент-Кинг за... О, 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 Кура с даггером. Хорошо. Крыжок. Хрона есть. Вон севен. Вон севен был с даггером, но он почему-то не среагировал. В итоге, его по идее могут убить, но выживают и ходят с арбюл. Просто не хватило демоджа рокет залетает по илайдая. По илайдая дерется до последнего. Понятное дело, ему тут ничего не спасет. Ну, забрали только одного. На самом деле, могли убить еще пока. Я думал, там сынкин как-то поможет, не успел, либо на кого-то другого таргет сменил. Непонятно. Ну да ладно. Неплохо. Потратили два ультимейта, убили только одного. Делки боя. Опять же, да, в 12-й минуте при пике нави они нападают, а не клауд-9, при том, что клауд-9 с ченом в активе должны сейчас пушить, давить и ломать. Не идет что-то с ченом игра. Не идет. Один тикер убивает чена без шансов. Да. Не оставляю. Почему чена так рано берут? Чена, как по мне, можно, если уж и брать, то оставлять его на ластпик, либо прям вот, прям конкретно, вот сто процентов он. Вы собрались ломать, убивать, и у вас уже есть что-то, и вы берете чена, так скажем, для полноты картины. А они берут чена, и потом эту картину пытаются дополнить. Но, как раз таки, должно быть наоборот. Дополнять должен чен. Ну, вообще, обычный чен, вот как играют, ну, очень многие чены, они понимают, что если ты не можешь никого загангать, то первое, что ты делаешь, это быстро выносишь себе седьмой левел, и желательно мекку. И тогда, чен, в какой-нибудь минуте десятой, седьмого левела, там, с меккой, и тремя крипами, он делает очень много экшена, ну, на карте. А вот сейчас у нас Сауи, все, дальше и дальше идет в агрессию. Возможно, на него давит то, фарм томекку или еще что-то, а из бласт, ну, контрит этого парня, поэтому, он старается так активно вначале помочь, но в результате, в результате у нас, Na'Vi, не имея, по статам, фактически ничего, выигрывает тимфайт, то есть, есть в Блинкдайгере, на Бэтрайдере, Сенкинге, Тинкере, и это, айтемы, необходимые, не для файта, а чисто для, мап контрола. В результате, мало того, что Na'Vi делает мап контрол, они еще выигрывают тимфайты, то есть, Cloud9 вообще сейчас в полной попе, Cloud9 стоит снизу, вообще, пришли, посмотрели, ушли, увидели Тинкера, ощущение, что они перерасулили Тинкера, потому что, ну, Монсевен только что потратил арбу, но у Монсевена есть даггер, прыжок, Монсевен не успевает среагировать, да и за даггер, и это минус. Вот так, дождались, там на самом деле, Бэтрайдер уже полчаса стоял, в этом лесу, и ждал своего часа, он наконец-таки дождался. Так, не исполетел из плац, из плац, из плац, понятно, только фрипов. Дальше бегает стрела, стрела у нас летит минус, Миран абсолютно бесполезна, она не делает ничего, пат у нас, пат тяжелонах, как говоря, потому что, очень легко накрыть тебя, Cloud9 у нас потихоньку сплет пушек, пушек, не знаю, если никого нет, отдавая центр, развеем в пользу нами. Трайк, камаз, и дружу, летит у нас сюда. Так, врывается у нас Бонсеван, ставится... Ой, как хорошо, Бонсеван-то ворвался, Куро тоже отваливается, вместе с Паником, этот минус 2, Дэнди, раскастовывается, Дэнди, надо быть поосторожнее, он уходит. Ну, в общем-то, подставились, этот Арау, который, казалось бы, ничего не предпочитал. Два героя с блинком, задачи которых ставить в кустиках и инициировать, они стали танковать. За что Cloud9 начали их наказывать. Ну, наконец-то, два пак в деле. Два очень важных килла, на самом деле, для Cloud9. Постепенно догоняют. Заходит центр, подходит у нас Нага, видит Дэнди, кидают сон, хвост, есть хроносфера, стрела! Опа! А у Дэнди есть Даггер, Арау прилетает мимо, поставили хроносфера на Этернал Эмви, давай его всей семьей месить сюда, Кура врывается за пиццентр, ракета, кентавров, тоже не прощать, всех, всех убивать. Ауи ушел, под инвиза, или его все-таки догонят, у Кура ведь есть Даггер, да, он уже откатывает, вырывается сюда, пак, Борл Страйк по-двоим, Бон Севан тоже подстрел, убивают паника, Бон Севан уходит, Shift и уходит, казалось, из Сорбы, да, да, он ушел Сорбы, но, его может даже и увидят, Ура, нет, не увидят он, так, оба, нет, Сорбы закинулся, ушел с Даггера, но двоих потеряли, убили, одного, в принципе, еще один, Рокет, это еще один минус, помимо того, что Сент-Кинг сам по себе очень полезен, так еще и с этим Даггером дает вижен Тинкеру, который на такой минуте ракетами распуливается, эти 325 дэмэджи, это реально очень больно, это один Тауэр, очень побитый Дмитти, забрать бы его, а даже нет. Супер агрессивный варды у Нави, да, Тауэр, он реально сейчас, ну, спасаетесь, а у тебя, а у тебя, а у тебя, стрела в Купее, Купее у нас наглую подходит по центру, забирает Тауэр, да, его заберут, но, потратили на него Dreamcoil, Тауэр, ну, Тауэр забрал его команды, в итоге, в общем, это размен нормальный. Да, очень нормальный, он все правильно сделал, потому что деньги сейчас очень нужны, тот же Хвост, и пространство для Тинкера, что самое главное, чтобы толкать противника до базы. Так, ну и хотят найти походу воида, который все фармит и фармит, и как бы нормальные воиды делают Мидас, как мы видим, да, и потом уже только всякие Момы, и Хвост знает, как надо играть в Доту, повидели мы сегодня нового воида с ПТ Момом, и чем все закончилось. Так, Тенди раскидывает машины, успевает и пофармить, и погангать, везде. Везде он есть, везде поспел. Этернал Энви, барабаны Аквила, ну, вообще у Cloud9 игра изменится с появлением Радианса на Наги, то есть она уже должна там начинать как-то более идти в гору, но тут есть Тинкер, который... Радианс надает на Наги в пользу, когда вот у вас есть очень сильный герой для ганга, и они есть, это есть Бэйн, Пак, Мирана, то есть три героя по канала двигаются линии, способны сделать минус на любой точке. Хвост, ты посмотри, какой наглый хвост, боже ж ты мой, куда он вылез? Цепляет поста, да, это минус, ну, посоверен, он еще чуть не уже, он сейчас успел франсферу поставить, он просто не поверил, походу, в то, что его дадут сдвинуться с места. так, а параллельно нага отваливается эпицентр, тэнди ворвался, бейсбласт, походу, тут. И вот этот вард, он до сих пор себя окупает. Клауд, наверное, даже не верит в этот вард, силу этого варда, потому что он был поставлен до того, как вообще этот тавер стоял на месте. Ведая просто не прожидает атаку, а радиант структуры франсферты от Нави отыгрывают в этой игре просто шедеврально. У нас вот Фаник, Фаник резонтирует, нет лассо, но прям вот начало бояться, думаю, что он сейчас что-то сделает, но... увы, не то. Куроку просто на пофиг рывается в толпу, у нас фокусит Бон Севена, пак у нас уходит, Куроку очень больно, Куроку забирает, и... подмога, подмога, нападает у нас на Ауя, Ауя в фокусе Тауя, а вы хочет забрать Пупея на Пупея, уходит, врывается у нас хвост, гонится, размен один в один. Разменялись и разбежались. Удивительно, что Ауя остался, как бы все бежали, а он... он решил стоит Пупея лупит. Решил биться до конца, я же чем, чем не бояться. Но в принципе, он не куку пил, и может быть там что-то ему светило, черт знает. Так, Пайлайдай вместе с Синг-Сингом. Это опять проблема. Пайлайдай. Ааа, иди сюда, дорогой. Ой, ой, очень опасно, очень опасно. Ой, как разводят. Ты посмотри, как они разводят, боже мой, друг друга. Хвост у нас в итоге развел Синг-Синг, нападает на Пайлайдай, фокусит. Пайлайдай нужно бежать. Хвосту, хвосту нужно быстрее достать. Не достает. Хвост у нас гонится дальше. Таймволк 2 секунды, врывается Дэнди, Мирана под... Айс-бластом нужно башек-башек. Нет, башек не хватает, много минус урона. И хвост убегает. Тут за эти временем нападает Атернал Энви, просто в спину. Да, Атернал Энви заслипал, но это Анал Энви не имеет какого-то жесткого ДПС, чтобы вот так вот нападать, но на хвоста дэмэдж, как мы видим, здесь хватило. Флакроск оставался, убили. Как же они долго вообще там пытались, чтобы хвост стал. Вот эту указку на самом деле, слушаю, ты. Хвост шикарно отыгрывает. Ты видел, как он переграл Синг-Сингу? Он знал, что там Синг-Синг, он реально монсовал, и когда Синг-Синг не выдержал, он прыгнул. Синг-Синг дает стрелу, и он его развел. Это на самом деле очень много стоило. В итоге он забрал бы и на. Вообще нестандартная катка, водит с Медасом, просто бегает и нападает на противника. Такое ты не каждый день не видишь, потому что у хвоста больше ничего нет. Врывается пак, ну куроки, курок у нас поставился, у нас также Пупей дает Айс-бласт, куроки уходит, Пупей уходит, и нормально. Два героя развлекают троих, пока остальные герои преимущество набирают. Агрессивный вард от Cloud9. Просто день агрессивных вардов у нас. Агрессивные варды в лесу, нави видит всю движуху, очень крутой вард вот здесь, который вообще хрен два найдешь, и при этом он видит все, что здесь находится. Ну и в итоге команда стоит у круга. Да. Тут прям 11-12, ноздря в ноздрю, но Чейшел найдет сильней. Все-таки, если Cloud9 играют в таком стиле, это означает, что они как бы тоже уверены в своих силах и в своем пике. Ну, я уверен, больше всего для Cloud9 только в Рошане, потому что на Рошане нави очень неудобно драться. Детрайдеру, ну, тяжело залетать на Рошана, когда Cloud9 могут брать позиции. Тинкеру, ну, тут некуда прятаться особо, да, тут чистое пространство, в итоге это вот, это огромный плюс, который пока за Cloud9, что они могут нападать. Единственное, вот, врываться сверху. Да и самого Рошана, ребята, мы знаем, толком убивать нечем. Войд не имеет такого жесткого ДПСа, чтобы быстро убить. А все страйдеры не имеют. Страйдеры вообще не имеют ДПСа. Рошана, его больше хилит, мне кажется. Так, Монсеван. Куда-то собрался, купил себе Иулы. Таки ротчику, Наги 3000. Ну, близится этот Родианс. Может быть, Этерналэнд вообще что-то другое купит, хотя 3000 накопил, тут, наверное, вряд ли что-то другое будет покупаться. Синг-Синг, Фейзи, Парапаны, Аквила. Ну, Синг-Синга, так скажем, бюджетные айтемы, но они очень эффективны. И вот сейчас Синг-Синг очень жестко дамажит. Хоть у него закуп там на 7000, но этот закуп по эффективности... хвост. Ой-ой-ой, не успевает хвост. Все-таки прыгнуть. И хвоста успеть не поставить флансеру. Нет, не успевает. Ну, как же? К уроку врывается с офицентра. Очень жестко минусует моментально троих потерять. Только у него хоста минус еще и 4. Ого. А где же хил от Чена? Ахил от Чена... Где во-первых Чена? Где хил? Айс-бласт-то-то не было. Чен не похилил, ничего не сделал. Вообще просто... Ау-и. Ау-у. Хе-хе. Ну, Сашки, ну, вставай. Стром-доу-зин-плейс. Да, структуры за форсифайды. Не, ну, я думаю, хвост вообще доволен. 1 в 4. Ребята, приходите еще. Можно еще взять еще кого-то с собой. Берите с собой друзей. Как мы говорили, очень хороший пик у Найи. То есть все вот эти тонкие герои, они просто расшипаются. Берите с собой геом. И Клауд-найн, если Клауд-найн что-то хотят в этой драке сделать, то уже забирали. И прям его лисунда. Нашли. Ну, этот вар. Они на пинге в адмонсе. Аван. Поднял Юлы. Аропро летает в Денди. Денди, конечная. Ну, Денди почти есть из-за риал. Он не хватало ему 300, но теперь уже 700 не хватает. Не страшно. Не страшно. Этернал Энви 3 500. Он с горем пополам. Этот сакрот все-таки дофармит. Но даже с появлением радианса ему нужно будет еще фармить, фармить, еще раз фармить. А как мы видим, одного эпицентра от Сент-Кинга хватает, чтобы перевернуть всю практически вражескую команду. Там реально герой довольно-таки тощий. И вот Ауи еще ульту свою не юзает. Так это вообще забей. Так, конечно, 200 хп не так много, но, знаешь, обычно вот так и бывает. Этих там 100-200 хп не хватает, чтобы добить, и противник рассыпну. И ты убиваешь не четверых, а одного или двоих максимум. Ауи что-то как-то сплоховал. Не нравится, мне кажется, ему в принципе выбор вот этого чена лесного. Я еще добавлю то, что чена не так часто в последнее время пикают, и рука на нем как бы уже не такая набитая. Помимо того, что рука не набитая, еще позиционно там, то есть, ну как-то это должен, там вот, на такой-то минуте пойду туда-то, потом туда-то, туда-то, туда-то. Нужно выбирать очень грамотно время и место для ганга. А для этого надо играть постоянно ченом. Две сеточки сейчас есть у чена. Тарнал Ренви пакует... Очень здорово будет Радианс. Но пока у Энви появится Радианс, Дэндик у нас просто отжирается, отжирается, отжирается. У него уже есть Питакон. Очень скоро у него будет Эзерл Блейд и Даня у нас будет быть очень жестко. Потому что, по-моему, сейчас уже любой герой Клауд Найн будет умирать за комбинацию Тинкера. И Клауд Найн, на самом деле, очень тяжелая позиция. Важно, что сейчас им остается, это фармить свои лиса. Дутра Айдер цепанул он Бейна. Сразу и Заяцин и Висмераны. Есть чем просветить. Ставится Хроносфера. Отхиливается Пайлайдай. Немного Бонсуя. Вон ворвался. Из Заяцеслип. Фаник очень побитый. Хвост под Момом. Хроносфера была потрачена. Пошла Арба. Эпицентр. Станкин скастовый. Даггер просто подкопал двоих. Очень хорошо раскастовался. Ауи также очень жестко отхиливает. И теперь надо кто забирать. Минус Ауи. Синг Синглим. Даггераут. Пака нет. Это не Даггераут. Это прыжок над Дэнди Моно. Из-за этого Сайленс, чтобы тот перестал уже накрывать этими ракетами. И Граденц. Получается убежать. Эзерил Блейд. У Дэнди. Теперь будет Шотган Дагон. И это будет очень больно. Бонселл пытается хоть кого-то догнать отцепить. Но тут уже все ретировались. 5 тысячи семь с половиной. Хо-хо-хо. Преимущество у Нави довольно серьезное. 14 тысяч нетворса у Тинкера. Что очень и очень важно. Этот дядя своего не выпускает. И уже 16 левел. Полетел Дэнди. Полетел дальше фармить. Пока на карте толком никого не видно. Бот сделает очень хороший артефакт для себя. Пока не известно, что это будет БКБшечка или Аганим. Но в обоих ситуациях, что один, что второй артефакт делают очень много. Если Аганим держит противника на месте, где Тинкер с аппаратом у нас раскастывается, то под БКБшечка ему вообще будет, ну... Смотри, я вчера посмотрел на этот Аганим. Что дает Аганим Войду, вот скажи мне? Статы. Ну, помимо стирания 4200 на бесполезные статы. За 4200 можно круче статы купить. Статы не считается. Ну, ты можешь купить статы на демош за 4200, но... Нет, статы на хп можно купить за 4200. Ривер купи себе, не знаю. БКБ купи себе. Ривер он просто... Бул окей, БКБ. БКБ. Вот, но БКБ, но хорошо, когда у тебя... Ну, а какие статы она дает? Дает 10 тебе силы, 10 ловкости. Вау. Это мелочь. Это мелочь. Это мелочи, благодаря которым герой становится всё жёстким, потому что он даёт ему по мелочи всего, и у нас она и работает. Я уверен, что у нас не будет. Диаи структуры формируют. Бикаби, бикаби. Да, ему делают только... Диаи делали Блэкинбай, потому что становится жёстким, что полагает. Пока у нас Нага вообще не будет способна драться, да и в такой игре чё-то и тяжеловато. Так, ага, скомбинировали конечно очень жёстко. Слип в итоге хвост не получил вообще ни капли урона. Нападает на Ассинг-Синга. Ассинг-Синга на базу, но хвост может его уже не бить. Поймали финсгриппом хвоста. Проблемы у него. Он находится под ломом. Наносит ему очень много урона. Хвост отпалился. Бон Севен тем временем дипощирит. Фаника получается забрать, пупеть. Как же жёстко здесь ворвался. Куроку врывается тупо в иллюзии. И там успел Бон Севен уйти в шифт. В итоге провальнейший, тотально провальнейший файт. Куро всё-таки сделал фраг на характере, но тоже умирает. Минус четыре. Убили всего-навсего одного пасса. Как же всё криво было заюзано. И вот тебе Чен, который тпшит из хроносферы. И вот те Бен, которые принимают идеальную позицию и нету дизейбла. Ну и дизейбл на самом деле не так легко их и кастануть в этой драке. В итоге он полностью обезвредил хвоста. Нельзя ставить хроносферу на толстого героя. Без трижена. Без трижена. Не было трижена. Без трижена. Хроносферу поставил слепую. Вот вам и итог. Ещё эпицентр тоже в итоге закантован был. Вообще там непонятно, во что попытка была убить пака, но пак ушёл в шифт и всё. Так, ну, ошибку допустили Na'Vi. Та самая ошибка, которую ждали Cloud9. И теперь игра выравнивается. Сейчас и счёт 19-19. Экономика там на очень такой шаткой позиции. То есть... Плюс Рошан, как бы... То есть ещё и отсутствует Рошан. То есть всё, вообще все шансы уравниваются. Команды в равных позициях. Энви уверен, дальше будет паковать себя на макроигру. Потому что вот уже у него есть радианс. Есть у него трвала, барабаны. И с большой вероятностью дальше у нас будет что-то какая-нибудь манта стайл. Для того, чтобы он более эффективно начинал спидпушить. Ну и иллюзии были такие помобильные. Вот у нас нападает иллюзия на Дэндика. Он их убивает. Так вообще прям уверенно, уверенно. И Энви может развлекать всю команду Cloud9 на Na'Vi. Na'Vi у нас бегает по своему лесу. Он понимает, что скорее всего где-то Naga отпускает иллюзии. Но Энви просто как чует. Чует, что никого нет и нужно отойти. Вот у него две стоят. Интересно очень, что он купит. Это очень сильно будет решать в этой игре. Потому что Тараска она очень хороша. Но это если ты сможешь пойти драться. Но тот же Тинкер, если я думаю, Naga увидит Тараску, они не пойдут драться. Они подождут еще, ну хотя бы пару артефактов на хвосте. Потому что одним Тинкером ты иллюзии Наги не убьешь. Нужен какой-то физ ДПС. И вот сейчас на самом деле очень жестко решает Бейн, который находится в пике Cloud9. Если Бейн каким-то образом завершит свое БКБ, то у хвоста проблемы. Он будет вечно стоять в хроносфере, да еще под Moskov Madness. А вот эти АОЕ про касты, они скоро тоже будут не так сильны. Потому что появляется потихоньку пайпа. Пайпа нажал, перетерпел, мекк, мульт и пошло-пошло. Да, и хвосту очень тяжело фармить в такой статус. Вот видишь, он делает БКБ. Он согласен нам с тем, что БКБ дает больше, чем Аганима. И готовится к замесу. У него Мидас есть, что немаловажно, самое главное. Мидас это за самый святой артефакт, ребята. Если вы играете с тинкером, и вы узнаете, что вас не запушит. И в общем-то вам не надо атаковать, пакуйте Мидасы. Знаете, если вас запушат, вам Мидас хуже не сделает. Потому что вас и без Мидас, и с Мидасом запушат. Да ладно, если у тебя будет что-нибудь, не знаю, какой-нибудь артефакт или барабанчики, ты в драке будешь по-полезней и чувствуешь себя обычно. Ну такое, да, ну Войтс, бара. Нет, ну Войтс. Ну а что можно круче, Войтс? В случае Войтс. Да-да, будешь больнее бить, согласен. Будет пол БКБ, а потом еще пол БКБ. Вот ты уже накрываешься на сферу с ней и убиваешь любого. Ну в принципе, да. Да, смотри, смотри, вот у нас нападают... Прям вот иллюзию, вот это, кстати, вот Найс, это очень хорошо то, что сейчас делают на ави. Кулдаун-то 40 секунд на этих иллюзиях. А кулдаун-пупея тоже 40 секунд. Такие эти иллюзии не пеха убивать каждый раз, да? Учитывая, что вся остальная команда Кнаут, наверное, она распличена по всей карте. Кулдаун-пупа умерла. У тебя слишком ценный герой в своей команде. Что Мирана, что Нага, что остальные товарищи делают очень много в драки. Нужно все в них отдавать, все, что возможно. Ну и тинкер. Ну и обрати внимание, ни одного БКБ нету в Cloud9 вообще. Ну это хорошо, потому что у тебя макро-игра. Ты не идешь сражаться в лоб, потому что это тинкер. Пиком Cloud9 очень тяжело убить тинкера в лоб. Мягко говоря, нужно... Так, Мирану за 0 ультимейт. Что-то будет? Мягко говоря, еще нужно минут 40, чтобы Cloud9 смогли пробить 5 на 5 в лоб. Хвост, хвост. Сайленс получает, но у него есть БКБ. Хвост. Так, хвоста поймал Бэйн. Хвоста поймал Бэйн. Хвоста тут очень жестко фокусят, но за счет своей БКБшки он выживает. Этернал Энга хочет его догнать. Доджет очень много урона, хвост. Ставит хроносферу, тп аут. Да, хвост здесь убегает. Он выкрутился, хорош. Вон Сэн просто умер от 12. Защифтил вообще ничего, просто Дэнди пошел убил его. Ну там, на самом деле, еще успею среагировать. Сезерил Эдегон моментально кастуется, там Минста каст. Нет практически анимации никакой. Чтобы на такое среагировать, не знаю, надо каким-нибудь читерам. Так, Тэнди. Но тут Пайлайдай его не гадится. Понят Пайлайдай, единственный, кто пытается сделать БКБ. А вот у Нави хвост уже сделал БКБ. Фаник скоро сделает БКБ. Гоиндзо Синксингом, Синксинг, я все движуху. Это день, Синксинг у нас уходит. Ну да, Синксинг ушел. Убежал. Ускакал. И зажимает Нави, начинает потихоньку зажимать. При всем том, что вот только буквально минуту назад Cloud9 сами напали, убить они не смогли, потеряли Пака и это немного бьет по морали. Нага Сирена. Нага Сирена зажимает. Иллюзию туда или сюда и нормально. Ну Нага Сирена фармит, да. Ну вот она взяла себе Яшу. Ну теперь уже мувспит просто нереально крутой, конечно. 480 месса. Почти максималка. У Дэнди уже почти максимальный догон. А нет, уже максимальный догон. Все. Пятого. Нави у нас паковал манду, как я и предполагал. Потому что надо дальше продолжать устраивать макро. И сейчас, вот сейчас у нас проблема у Фаника. Сверху Фаник стоит. Бэйн. Бэйн у нас вот он рашит БКБ. А с линком он был бы мобильный. Но в итоге Фаник у нас просто фармит на его глазах. И в опасной ситуации уходит. Ну и да, и все замечательно. Ищет Бэтрайдер. Думает он где-то там, но нет. Глебани он таких играл. Регулярно. Отличные варды. Палят. Палят раз. Палят два. Палят весь лес Нави. И сейчас Клоднайн понимает, что Нави вообще ничего не фармит. То есть единственное, я хвост подфармливает эту парочку эншентов. Ну и все. Нави очень сильно боятся выйти с базы. То есть по сути вот даже несмотря на то, что Нави у нас как бы доминируют файты. Их хвоста не могут убить всей командой. Они все равно сидят и ждут Тингера. Потому что Тингер это дело такое. Там еще пару слотов и он там реально за десять секунд убьет всю команду Клоднайн. Потому что хп-чек там мало. И БКБ-шки не сильно помогают, если Тингер первый прыгает в тебя с БНК. В итоге Нави в защите. Да, Нави в защите. Непривычно видеть Нави в защите, честно скажу. Привычно видеть Джиггернаута, который забегает на базу. Делает три удара на базу. Команда стоит, смотрит. Не понимает, что это происходит. И он убегает. Нагло. Это вчера так было в игре Нави против... Нави против Эмпайр. Отгидаемся. Глеба закончил... Глебушка закончил БКБ. Теперь останавливать его очень тяжело. Он может прыгнуть схватить и любого. Но все еще остается та же проблема. Пушить Лайны нечем. Хвосту очень опасно пушить. Он так подошел, сделал удар. И там может лететь стрела, Бэйн и вся остальная компания в итоге. Да, ты посмотри. Клауднайн то на самом деле. Вот вроде как Нави зажимаются. Но и Клауднайн не особо брещут агрессией. Они вроде собрались сейчас вместе. Если при том, что Нави там не особо агрессируют. Они хотя бы фармят. То у Клауднайн фармит только одна Нага. Клауднайн есть четкий план. Они выманивают на Рошана. Потому что Рошан это просто огромное подспорье в такой игре. Нага, которая будет иметь часть слотов. И при этом сверху Aegis она сделает очень много замеси. Ну и убивать ее тяжело. Если Тинкера ее не найдет. По сути сейчас вся игра Клауднайн это сводится к тому, что нужно найти и убить Тинкера. Потому что наверное Тинкер еще вот буквально... еще буквально где-то пару минут. Нет нет еще по 5 минут. И Тинкер будет вносить ДПС больше чем все остальные команды Нави вместе взятые. Да. Вот он Бэтрайдер. Летает Бэтрайдер. Очень неудобно он летать. Потому что это день. Энви у нас кастуется он. Забирает Рошана. Глеб у нас стоит во сне. В огромной диспозиции Нави. Все очень далеко. Хвост вообще находится далеко. И Хроносфера ставится на Синг-Синга. Пытаются его забрать. Ауи также под этой Хроносферой. Так что заставить не получается. В этот центр оборвался к уроку Синг-Синга. Разорвало. Паник. Попустят вместе все. Пайлайдая. Пайлайдая тут приговорен. Понятное дело. Нага пытается хоть как-то на дамажик. Отошел. Куро. Кост вместе с паником. Отбиваются от иллюзий. И. Чуть. Довольно таки все хорошо получается. Этернал Энви. Возрог это продолжается. Даблкил от Этернал Энви. Он продолжает убивать. Крыжок от Войда. Нон Севан. Шифт. Идет. Откатывает. Тенди отпускать не хочет. О. Боже мой. 840 демаджа. Он чистый. Как же Нага бесполезно. Она все это время стояла. 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 К этому побежала. Ждала к этому побежала. Ждала кулдаун своих иллюзий. В итоге она их не дождалась. Убили всю ее команду. Как же. Ой. А. Пытался развести. Сбить тп. Куро просто. Я не знаю. Он божественен. Это вард кстати очень жесткий. Как же Куро сейчас. Прочел эту Нагу. Он понимал что она попытается сбить ему телепорт. Подождал. Она заюзала слип. А уж потом он затпшился. Че ты какой он жесткий. Вот это Куро. Кирист. Истины по Кирист величию. Читает. Просто читает. Да. И вот тут я могу сказать что Глеб развод всю команду клоунайм. Просто прыгает в тебя бэтрайдер. Все такие клоунайм. Аааа бэтрайдер. Мачи убивай. Побежали. Все команды стали в кучу. И здравствуй родимый прокаст. Нет. Так. Ну что глянем опять на экономику. Но она нам говорит только о том что игра идет очень очень ровная. То xp конечно вот navi очень жестко. Герои очень много бьют. Представь себе веншинт аппарат который будет 16 лвла. Он будет носить terrible terrible damage и санкинг. Опа. Кто у нас. Фаник. Тает разведку. Цепанули байлайда. Его могут отправить на базу. Да. Его отправляют на базу. С ним все в порядке. Зайца слип. И вот теперь могут быть проблемы. Сразу с даггеров поубегали. Пупея. Понятное дело. Спасти не удалось. Изэрил дагон. Минус один. В юлы подняли. Хроносфера ставится на Этернал Эмви. Дэнди отмансовался. Ему нужно переармиться. Ой ой ой. Мон 7 прыгает в хроносферу. Что ты такой делаешь. Прячется в шифт. Эпицентра врыв. На иллюзии. Иллюзии разорвало. Даже в иллюзии. Просто обрывается достаточно эффективно. Как ни. Странно. Воет уходит с прыжка. А ров. А ров. Некуда. Затяжная достаточно драка. Воник уже. У него спилл. Харфлайд катить. В этот катил. Нормально так. Круга по финале. В таких файтах. Для. Тинкера вообще лепота. Если его никто не трогает. У него уже 11-2. Четыре тысячи голды. Да. Лепота для тинкера. И очень неудобно для наги. Потому что нага она. В долгих драках. Когда убивает иллюзии. Не делает вообще ничего. Просто герой сейчас. Ну буквально на 10 секунд занялся. Купил себе Этернал Энви. Дрогнул. Купил себе БКБ. И мягко говоря. БКБ его не спасает вообще ни от чего. Потому что. Да. Ты будешь жить. Но. Иллюзии твои. Все так же будут двигать на 2000 хп. И будут умирать от чего-то. В итоге. Нага сейчас. Апсер. Ну не делает вообще ничего. Она ближний бой. Единственный кого может бить Этернал Энви. Это Дендик. Который. С большой вероятностью. Будет кидать Эзерл Блейда. И его нельзя будет бить. И хвост. У которого. Будет тебя башить. Поэтому. Сейчас у нас Этернал Энви. Выбор его артефактов. Он так вот. Неожиданен. Фаник молодец. Уходит. Врывается хвост. Ой-ой-ой. Фаник попал в хроносферу. Фокусит у нас Бон Севен. Бон Севен у нас может успеть спастись. Нет. Курок его убивает. Летает у нас. Бласт. Врывается Фаник. Хватает Ауи 2000. Ауи вытаскивает. Хвост там разбирает. Как же его далеко здесь вытащили. Просто принесли покушать. С иллюзиями. В итоге. Да. Дэнни разобрался со всеми. Подходит очередной иллюзией. Они просто падают. Потому что у них ничего нет. И Этернал Энви со своим БКБ выходит дальше на базу. Он любит нас удивлять своими артефактами. Очень люблю. Ну и все. Ребятушки. Нави. Нави-то в лидгейм выходит. Хвост у нас в Тати. Купил Агани. Он все-таки хвост поддерживает. Я не знаю. Я по второе БКБ купил. Той чей выбор. Потому что статы все-таки. Ну по чуть-чуть они полезны. Да и секунды иногда может зарешать. Кто его знает. Секунда да. Ну секунда в атмосфере. Просто если бы там было. Ладно. Я не буду. Как бы спорить. Сбили Дэнди Дэнди Дэнди. Дэнди. Это очень важный момент. Врывает БКБ. Хватает его. Пайлайт Дай. Врывает ультимейт. И у Дэнди кончилась мана. Сверху. Сверху у нас подходит Na'Vi. Команда Cloud9 находится далеко. Начинаем с базу. У Дэнди байбек есть. Да. И у Дэнди есть байбек. Можно размести. Потому что есть хроносфера. Есть хроносфера. Есть хроносфера. И скоро будет Ice Blast. Врывается у нас Eternal Envy. Команда Na'Vi отходит. И если команда Cloud9 погонится, то ее можно забрать. Да. Нага гонится. Там Bon7 тоже. Обратили в пекста. Давай, Даня. Хроносфера. Сашка. Сашка. Давай прыгай. Убивай. Воруй. Нападай. Блюстящая хроносфера. Ух. Тернолы. Врывается Дэнди. Энди падает моментально. БКБ он так не завязал. И вот тебе на. БКБшечка на ноге сирени. Зачем, Энви? Скажи, пожалуйста. Ну да. Такое себе. Да тут на самом деле по пику обреченный. Нага ничего сделать не может. Я могу сказать, что пик хорошего агрессия, но сейчас лейт. Сейчас время лейтал. И такими играми. Клавную Cloud9 лейтал. Нага я особо не поагистирую. Нет. Нага гонит. 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 И все. Настало время Тинкера. Потому что забрать его почти нереально под БКБшечкой. Стал чуть меньше на безденди. Честно. Я рад только то, что этот Тинкер он активный. То есть он нападает. Реально нападает. Что-то не под базу. Время падает для Диаа. Вообще да. Ну как герой Тинкера все равно не любят. После Интернетчнеза надо его добавить. Бывает у нас Восфокс, Этернал Энн. И в очередной раз Этернал Энн не принимает ВКБ зачем-то оно тебе нужно. Каламана Клауднайн пишет ГГ. И Na'Vi на самом деле очень уверенно побеждает эту игру. Казалось бы да, щит раны и Клауднайн давит. Но с таким пиком как от Клауднайн, Клауднайн должны были давить жестче раза в 3, раза в 4. Потому что в летгейме вам вообще не светит ни черта. Нава бесполезный кусок. Не только Нага, там и Чен еще есть, который тоже... Ну зачем про Чен, если ты не собираешься ломать противнику товара и ломать противнику базу. Если ты этого делать не собираешься, возьми любого другого лесника. А у Исферсблада он уже показал, что что-то у него, не знаю, может быть он что-то там вчера праздновал свое, там 4-1 или 5-1, как у него получилось. Но в результате было видно, что Чен он реально какие-то... Ну что ж, и вот после этой победы Na'Vi имеет статистику 4-1, а ребята из Клауднайн уже 4-2. И я могу сказать, что у Клауднайн это не все на сегодня, потому что соперники у них будут еще сильнее. А в то время как Na'Vi показывают, что они сейчас... Да, один из этих соперников Ньюби, который мы будем стримить. Кстати, мы сейчас не прерываемся надолго, будет у нас следующая карта между Na'Vi и Titan. То есть это очень-очень важная игра. И далеко не убегайте. Сейчас мы вам покажем для начала сеточку, если она там заапдейтилась. IG 5-1 имеет статистику. Ого! Ага! Мои прогнозы IG, Na'Vi... Мои прогнозы тоже я хочу обрадовать, то есть все идет пока как надо. Да, да. Так, ну прерываемся буквально на совсем чуть-чуть. Na'Vi дальше будут играть против Titan. Здесь же на этом канале, так что далеко не разбегайтесь. Можете подписаться на наши Twitter и на наши контакты. И... Услышимся совсем скоро. Поехали! До встречи! Аликум Поехали! Поехали! Аликум